Стройбетон производит все марки товарного бетона и строго по ГОСТу. Иллинская Слободка, 42. И в продолжение темы. Еще 50 бойцов советской армии перезахоронят этой осенью. Их останки на днях нашли поисковики в 30 метрах от Зубовского мемориала. Масштабные работы еще продолжаются. На этот раз вместе с клинчанами на вахту памяти вышли поисковые отряды из Яхром и Коломны, а также сводный отряд школьников и студентов из Свердловской области. Подробности в репортаже. Подъем в 7, полчаса на умывании, завтрак и на работу. На ногах с 8 утра и до 8 вечера. Работа в поле у дороги, пыль и пекло. С 1 по 20 августа поисковые отряды из Подмосковья и Свердловской области заступили на очередную вахту памяти. Три недели без гаджетов. Для ребят из поисковых отрядов потеря небольшая. Живая история, то, что происходит здесь и сейчас, в устократ ценнее виртуальной реальности. В отрядах в основном мальчишки. Соотношение слабый-сильный пол 1 к 3. Тяжелая все-таки работа, поэтому мальчишки это основная рабочая сила. Девочек мы берем, но в основном они, конечно, это кропотливая работа с останками. Не каждый мальчик может работать с останками, потому что это очень мелкая работа. Сначала штыковые лопаты, потом ножи, затем щетки и кисточки. Чем глубже, тем деликатнее инструменты. Тщательно и досконально обследуют каждый сантиметр земли. Работа поисковиков сродни труду археологов. Все работы производятся археологическим способом. Вот если посмотреть, здесь уже основная часть раскопа зачищена до материка. Когда доходим до останков наших воинов, все с археологической точностью зачищается, фиксируется. Сейчас на Зубовском повороте работают школьники и студенты из Свердловской области, с Урала. Приехали к нам не случайно. Несколько уральских дивизий защищали Клин 41-м. По свидетельству историков, численность только одной из дивизий составляла 12 тысяч бойцов. После тяжелых боев осталось всего пять. Все они полегли на полях нашего района. И это только одна дивизия. Сохранить память о павших – это цель всех поисковиков, в том числе и ребят из Свердловской области. У меня уже третья вахта, как-никак. Сюда уже третий раз еду. Ну как бы пришел я к Наталье Санне, говорю, можно я с вами поеду. Ну и взяли меня. Так стало интересно за историю, историю узнать. Три года назад отряд ребят из города Верхняя Пышма, что под Екатеринбургом, приехал на Клинскую землю. Вели раскопки в Спас-Каркодино. Тогда подняли и перезахоронили 27 красноармейцев. Вполне возможно, что среди них были и их земляки с Урала. В этом году вновь работают в Зубовском округе. Раскопки идут на так называемом санитарном захоронении. Захоронение здесь мы знали давно. Осталкивались с этим несколько лет назад, когда здесь проводили новые коммуникации. При прокладке траншей обнаруживались остатки наших воинов. Нас приглашали, мы поднимали останки солдат наших, захоранивали. И в конце концов решили, что этот вопрос надо решать уже полностью, капитально. В прошлом году были из одного раскопа подняты останки 20 советских воинов. Вот сейчас у нас раскоп больше. Подняты останки уже, как я уже сказал, 49 человек. Работы продолжаются. Я думаю, что их будет гораздо больше. Работа у поисковых отрядов круглогодична. С весны по осень в полях, зимой работа с архивами и документами. В октябре специальная база поисковиков России пополнится еще минимум на 50 человек. Их также перезахоронят на Зубовском мемориале. Марина Анциферова, Дмитрий Кириллов. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова